Добрый день, уважаемые коллеги! В американскую торговую сессию мы получим два отчета из Штатов. В 16.30 по московскому времени отчет по обращению за пособием по безработице за минувшую неделю. И в 6 вечера в Москве отчет по рынку жилья, объем продаж жилья на вторичном рынке за февраль. Начинаем обзор с пары евро-болу. В торговой сессии отходится экономический сайт Европейского Союза, который на фоне геотолитической напряженности в мире, безусловно, будет в центре внимания инвесторов. Однако сегодня будет первый день саммита, саммит проходит 2 дня, сегодня первый день, завтра второй день. И итоги в дневнике, итоги саммита будут обозначены уже завтра вечером, в пятницу. Соответственно, сегодня не стоит ожидать списка волатильности именно на фоне этого события экономического сайта Европейского Союза. Все же волатильность будет завтра и уже в понедельник по этому событию. Во второй половине дня Штатов вылетают данные по заявлениям на пособием по заработнице и объемам продаж жилья на вторичном рынке. Можно ожидать покупку данных на уровне медиамопрогнозов или небольшое отклонение, что не окажется на влияние на актировку пары евро-доллар. Инвесторы по-прежнему смотрят на европейскую валюту по медвежье. Накануне стояло центральные события недели, были оглашены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Помимо того, что ФРС пошла на сокращение программы Куэ-3 на 10 миллиардов в месяц с апреля текущего года, также был преподнесен рынок в небольшой сюрприз. Руководство ФРС заявило, что ожидает сокращение безработицы более быстрыми пентами, чем ожидалось ранее. Соответственно, данный факт указывает на то, что экономический рост по-прежнему будет продолжать расти, экономика будет в дальнейшем восстанавливаться на фоне сокращения более быстрой безработицы, что экономику позволит ФРС в дальнейшем на каждом своем заседании проводить сокращение объемов скимулирующей программы Куэ-3. Соответственно, это негатив для рисковых активов. На фоне сокращения программы Куэ-3 инвесторы предпочитают закрывать дневные позиции по рисковым активам, уходить американский доллар, уходить наличность. Соответственно, вчера мы видели очень сильный рост американского доллара против всего рынка и основных конкурентов. Мы также об этом говорили вчера на нашем вебинаре по обзору валютного рынка, что по итогам с данной пары США стоит ожидать снижение пары его доллара и укрепления американского доллара. Сегодня данное укрепление продолжится с американского доллара, но возможна небольшая коррекция наверх еще в первой половине дня, и уже потом, в ожидательном виде, будут дальше с большим удовольствием вклад в короткие позиции по паре евро-доллар. В данном снижении пары евро-доллар в течение дня можно выделить еще уровень поддержки и сопротивления, уровень поддержки 1.3820, 1.3772, уровень сопротивления 1.3833, 1.3892. В нашей валютной паре пара в фунт-доллар. На фоне отсутствия интересных отчетов из Беликобритании, инвесторы в первую половину дня будут внимательно следить за ненавистью торгов на фондовых площадках, а также за кросс-курсами евро-фунт. Необходимо отметить, что накануне, после позитивных данных по занятости Беликобритании, университет рост британской валюты против американского доллара, но, тем не менее, рост был сдержан, он был университет в первой половине дня, и уже после оглашения торгового заседания ПРС США, мы видели тоже распродажи и в британской валюте, и также распродажи в европейской валюте. Сегодня также можно нашли продолжение распродажи британской валюты, однако сегодня стоит ожидать гораздо меньшего движения вниз, чем по сравнению с парой евро-доллара, потому что также необходимо смотреть и на ненавистью курса еврофунт. Как раз еврофунт находится на очень высоких уровнях, поскольку тренд среднесрочно нисходящий по данной валютной паре. С точки зрения теханализа, с точки зрения фумбинентального анализа, если сравнивать две экономики, это еврозона и Великобритания, то экономика Великобритания будет полномочек гораздо лучше, чем торговый партнер евро-зона. Соответственно, с позиции фумбинентального анализа мы тоже ожидаем движения вниз по данному краудкурту. Получается, DENNIS указывает движение вниз. Сейчас пара находится около 7 уровня сопротивления, соответственно, можно ожидать дальнейшего движения вниз по профкурсу, что будет оказывать некую поддержку британской валюты, поскольку снижение профкурса означает покупки британской валюты против евро и, соответственно, некоторая поддержка британской валюты против американского доллара. Поэтому ожидаем в течение дня снижение, однако не такого сильного, как по паре евро-доллар. Можно выделить на сегодня следующий уровень поддержки и сопротивление. Уровень поддержки 1.615, 1.6464, уровень сопротивления на сегодня. Ближайшие отметки 1.6182 и второй уровень сопротивления 1.669. Переходим к следующей нашей валютной паре, пара доллар-японская иена. В первую половину дня участники торгов по паре доллар-гена будут внимательно следить. За выступлением главы банка Японии и Пурови, последний отчет по торговому балансу, который мы получили накануне, показывает, что проблемы у экспортера все еще остались, и этот фактор негативен для экономического роста, поскольку Япония – это страна-экспортер. Накануне представитель японского регулятора Уитти заявил, что в последний год рост индекса предприятий цен был в большей степени обеспечен слабой японской валютности и японской иены. Соответственно, для того, чтобы банк Японии достичь целевого уровня по инфляции 2%, необходимо дальнейшее ослабление национальной валюты. Некоторые экономисты на Волк-3 подсчитали, что для того, чтобы достичь процентного уровня, который предприятие банк Японии 2% уголовного числения по инфляции, необходимо ослабить курс японской иены до отметки 115 иен за 1 американский доллар. То есть текущая отметка 100 иен за 1 американский доллар, это получается у нас потенциал ослабления текущих уровней порядка 13%. Ожидает, наверное, в форме продолжение восходящего тренда по паре доллар-гена, поскольку он у нас восходящий как из позиции теханализа, так и с позиции фундаментального анализа. Соответственно, текущие уровни они очень привлекательны, однако для продолжения роста необходим драйвер, поскольку у нас сейчас перед ВК не стоит очень сильное сопротивление с 282. Для того, чтобы его преодолеть, необходимы какие-то предпасы. Пока что сегодня предпасы нет, но с точки зрения именно статистики из США, с точки зрения выступления главы банка Японии, возможно, как раз именно глава банка Японии, посредник рост пары доллар-гена выше уровня 1282, поэтому очень внимательно следите за его комментариями. Сегодня можно выбрать следующий уровень поддержки и сопротивления по паре доллар-гена. Поддержка расположена на отметке 122.166, сопротивление, ближайшее сопротивление, оно очень сильное, не так просто его будем взять с первой покупки, только если будут очень серьезные минимальные предпосылки. Это сопротивление на отметке 122.82, и второй уровень сопротивления, он уже второстепенный, 103.43. Небольшие анонсы. Сегодня в 5 часов вечера мы проведем вебинар «Золото. Основные конвенции на 2014 год». Мы рассмотрим историю золота, рассмотрим основные виды золотых продуктов, включенных игроков на рынке золота, и также проанализируем текущую ситуацию и сделаем прогноз на 2014 год. Приглашаю всех желающих принять участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Завтра, в пятницу, 21 марта, мы проведем вебинар в 23.00 московском времени, ежедневный обзор валютного рынка «Форекс», где рассмотрим текущую ситуацию на валютном рынке. Большое всем спасибо за внимание. Желаю всем успешных торгов. Продолжение следует...